И 31,8. 31,8 я повесил этот самый крокодил на G32, соответственно, буду пытаться измерять. Так, какой контакт подсказываете? 32. Нет, ряд какой, куда тыкать? А, сейчас. Ну, второй ряд получается. Второй ряд получается. Самый первый. Первый, совершенно верно. Ну, прибор показывает ноль. Отдвижения нет. Ну, значит, у вас виновата все, что справа. Слева. Слева. Ну, хоть маленькую логику-то включайте. Так, G332. У нас пусто. Так, у меня там МСХ-то не отвалит. Ну, и все у нас, можно даже не иметь, все понятно, где имеется справа. Так, итак, согласно нашим измерениям, вот досюда питание не дошло. Даже G333. Ну, соответственно, на РО нет питания уже. Где-то там не справа. Ну, а шло оно откуда? ССХ-12. ССХ-12, а второй полюс МСХ? Да. МСХ-31.8. Ну, если мы мерили 31-32, 31-8, и не дошло, то... На 32-2 нету. Ёбки, Павки, Виталий. Че? На 32-м даже нету. У меня с правой стороны не справа. Ну? Я предлагаю померить на РО-12 и ОД-81. Красава. А смысл-то на РО будешь мерить, если на G3 уже нету? Мне надо уточнить, какой конкретно... Я, господин, я его поддерживаю. В принципе, не такое уж плохое решение. Почему бы не померить на РО-12? Еще сдвинуться на одну, на один контакт. Так. А в чем смысл тогда, если у нас на G3 уже нету? Мы же точно поймем, где... Реле РО у нас-то должно быть без тока, если на 12-шку мы должны прийти. Давайте я посмотрю, где у нас это реле, в каком состоянии находится. Может, вообще, мы попадаемся с СХ-20. РО без тока, поэтому не 12-й, а 13-й. 13-й. 12-й. РО-13. Какой у него адрес? Это кто? ГОСТЬ. Где у нас с вами 13-й контакт? Так он попал к нам. Третий. 13-й контакт. Арина, покажи. Ниже. Я не вижу. У меня черный экран какой-то. Ну, куда оно сильно низкое? Ну, блин, ну, 13-й раз, два, три, три. Третий, третий. Сверху. В каком ряду? Первый ряд. Третий сверху. Совершенно верно. Первый раз, третий. Ну что, у меня снова ноль. Ну вот, значит, у нас здесь неисправность к этому проводни. Пожалуйста, объясните мне, в чем смысл мерить на G3, если мы на, ой, на вот этом контакте, если мы на G3 намерили ноль? Виталий, а у нас справа сторонники, это не странная, а не левая. Питание, Виталий, идет-то откуда? Я. Ну, с СХ, получается, 12 и до. Виталий, у тебя не было? Ты не понимаешь теперь, разбирайся. С СХ 20 идет питание, Виталий. 12. 12. 12. Ну. А второй полюс где, МСХ же? Да. Итак, на РО-13 и на МСХ у нас пусто. Здесь питания нет. А нет, все правильно, с СХ 12 идет. Может, она 21. 21 хотите? ОД. Ну, давайте. 21 ОД. Так, вышел. 21 ОД. И 31.8 так же. 21 ОД. 21 ОД. Так, где у нас РО-Ле ОД? находится и его 21-й контакт. ОД, 4 ОД. Да что-то подожгли. 21. Так, помогайте искать 21-й контакт. Первый. Первый ряд, первый версий этот, общий. Второй ряд, второй, короче. 21-й. А, 21-й, второй ряд, первый. Первый ряд. Первый ряд, пятый. Пятый контакт. Какой, какой, пятый? Вверх и пятый контакт. Ну, тут выбор небольшой, понятно, что вот он будет 21-й. Прибор видно, нет? Не видно. Нет. А, второй. Думаю, у вас система поиска контактов, конечно, ощутил. Девочка не видит? Отвечу. Отвечу. А, все, она это отклонилась. Ответила. Ответила она, ответила. Есть, да? Ну, и все, соответственно, локализация у нас включена. Что-то зашкаливает. Да, я просто зашкаливаю. Так, что дальше делать будем? Все. Ремонтируйте. Устранять. А чего устранять-то? Вы нашли конкретное место? Нет. Сейчас мы на 81-м. Вот здесь питание 21 МСХ есть, а вот здесь питание 31. Ой, 13 РО. 13 РО до 81. Нет. Соответственно, возможные варианты повреждений получаются у нас с вами какие? Это неисправность РОЛЕ ОД. На 81-м. Обрыв обмотки, например, да? Дальше что у нас? Потеря контакта в штепсе или РОЛЕ ОД. Может быть, может быть. И последнее, это что? Обрыв провода, идущего от 81. Да. 12-го. В первом к 12-м. Так, может, все-таки мы сначала локализуем это место? Ну. Из трех сделаем одну неисправность. Давайте. Предлагаете, что делать будем? Рот кинем. У нас две неисправности связаны с ОД, предположительные. Давайте на ОД. То есть, обрыв обмотки, либо потери штепселя. Давайте ОД потыкаем. Что делать? Что делать? Ну, давайте штепсель проверим. Просто пошатайте. Для тех, кто к нам подключился позже остальных, еще раз напоминаю, что сымитировать потерю контакта в штепселе невозможно тумблером. Поэтому... А, нужно имитировать собрать? Поэтому у нас-то в макете явно такой неисправности, точно так же, как и обрыв обводки РОЛЕ ОД, быть не может. Ее нельзя сымитировать. Ну, значит, 81-13.